Здравствуйте! В этом видео мы покажем, как устроена разгрузочная жилетка медицинская компании Медплант. Не реклама. Вы тоже сталкивались с этой ситуацией, когда вы берете все в руки, но у вас все валится. Ведь так много нужно нести с собой на вызов. Что же делать в этой ситуации? Хватит это терпеть! Немедленно закажите наш новый товар. Новая жилетка от Медплант. Освободите свои руки для всего прекрасного, и вам все покажется по плечу. Ведь так много в мире можно потрогать руками, не правда ли, друзья? Наконец-то мои руки свободны до самого главного. У нас уже почти 100 тысяч. Заказывайте дипломы за деньги. Интерес к этому устройству у меня довольно давно, и он из двух параллельных источников, скажем так. С одной стороны, я довольно давно организую медицинское добровольчество у нас в городе, и в том числе мы проводим всевозможное сопровождение мероприятий, и для этого закупаем всякие разные оборудования. И, естественно, компания Медплант тоже в поле зрения, так как очень много всяких укладок, сумок, да, по всем российским медучреждениям от этой компании, и она на слуху. И, естественно, на сайте самые красивые, это были люди вот в этих вот чудесных жилетках, поэтому они так в памяти отложились. Конечно, тогда отпугнула их высокая стоимость, и сейчас, в принципе, они у нас благодаря гранту, который мы на канал получили. Те, кто за нами следит давно, знают, что мы в прошлом году участвовали в грантовом конкурсе Росмолодежи, и, в общем-то, благодаря этому у нас много чего появилось. И второй параллельный процесс – это то, что на всяких форумах крутых в больших городах, в Москве в первую очередь, на Олимпиаде в Сочи, где мне доводилось работать, тоже видел ребят с такими вот жилетками, которые выглядели суперкруто, суперпафосно. Я был тогда слишком юн, чтобы можно было пойти и с ними нормально поговорить о том, как им вообще работается, но, опять же, впечатление осталось. И вот спустя много лет, не скажу, что мечта, конечно, но такое одно из желаний поглядеть на такой аппарат сбылось. Мы купили этих жилеток несколько штук, они нам нужны будут для съемок роликов, для обучения. И, естественно, мы хотим отдельно показать, как она устроена. Итак, начнем с общего впечатления. Во-первых, все довольно крепко смотрится, довольно крепко держится. Есть и молнии, есть застежки, есть такой большой ремень, который позволяет при прыжках, при движении жилетки туда-сюда по телу не мотыляться. Отмечу, что в компании Медплант предусмотрели, что люди в Медицине работают в разной комплекции, поэтому все регулируется довольно плотно, и мне это очень дело нравится. Дальше здесь вот, может, не особо, да, видно, но мы специально контрастная, да, синяя здесь кофта помогает понять, что много довольно открытого. Сзади есть карманы, которые с такими вот сетчатыми стенками, то есть оно все проветривается. Ну, в ней, конечно, да, довольно тепло, честно говоря, но гораздо менее тепло, чем могло бы быть. То есть очевидно, что, опять же, люди задумывались о том, что людям может быть жарко в этом костюме. Значит, что здесь есть, да, пока так, внешне и с точки зрения доступа. Карманы для телефона, карманы для рации. Здесь такая ампульница, причем будем показывать более подробно эти все штуки модульные, то есть туда-сюда они вынимаются. Опять же, что важно, что открывается сверху, так вот опадает. Здесь тоже, вот видите, можно всякое разное заталкивать. И здесь ампулы, ну, крепко. То есть, в принципе, если внимательно довольно все собрать, если просто сюда вот не накидывать, то все держится там, где это нужно. Это очень здорово. Вот эти штуки на липучках можно наклеить, какую хочется. Это идет стандартное в комплекте. Здесь, насколько мы поняли, отсек для интубации, для обеспечения проходимости дыхательных путей в целом. Но тоже его более подробно покажем. Сюда тоже можно чего-нибудь налепить. Сюда можно вставить какую-нибудь идентификацию. Это отсек, судя по всему, для документов. Тоже все это довольно легко достать. Здесь целая серия разных карманов. Их назначение не совсем понятно. Если честно, либо мы пропустили, либо этого вообще нет. Но хотелось бы какое-то вот дизайн-видео получить от компании Минплант. То есть, что они имели в виду для каждого отсека. Потому что, ну, понятно, что можно догадаться, но видно, что люди вбухали какое-то количество сил в дизайн. Ну, и хотелось бы увидеть, что они, собственно, имели в виду. Потому что некоторые вот застежки, например, ну, не совсем понятно, для чего это нужно. То есть, понятно, что я могу сам придумать, но все-таки. Например, есть вот такой карман крутой. В нем можно хранить ручки, например, в особом тут таком карманчике. Но в то же время этот карман сквозной. То есть, через него все. Ну, то есть, вот сейчас я его отстегну. Вот так вот отстегивается, да. Но если у меня вдруг возникнет желание довольно логично сюда чего-нибудь запихнуть, оно просто провалится вниз. Хорошо, если я про это знаю, да, что я хотя бы не буду этого делать. При этом соседний карман, в который лично мы сложили вот бинты и жгуты, он такого не имеет. Это обычный нормальный человеческий карман. Вот, есть отдельный отсек для ножниц. Они вот в таком вот боковом. Ну, как нам кажется, это для ножниц. Ну, здесь ножницы такие, да, для примера. Понятно, что здесь нужны такие большие изогнутые для одежды, да, для бинтов. Ну, тем не менее, так вот они крепятся. Вот этот отсек, его лучше показывать в таком в стоячем варианте. Значит, он вот так открывается, потом вот так открывается. Из него вот так вот выпадает целый блок, который лично мы набили катетерами, шприцами. И считаем, что это вот такого для внутривенного доступа. Вот, отмечу, что, ну, может быть, дело в моей комплекте, но мне кажется, что нет. Но из-за вот этих вот штук уже внизу, так, приходится неплохо выгинаться, чтобы было видно, что хоть там делается. Вот, учитывая, что у меня живот впереди, я думаю, что мне даже легче, чем людям, которые совсем худые. Так что, ну, не уверен, что это прям хорошо. С другой стороны, естественно, если ты в ней какое-то время дежуришь, да, ты знаешь, где что находится, в деле ты сам раскладывал, естественно, для тебя это проблемы не будет. Есть еще отсеки, которые находятся сзади. Ну, сейчас, да, примерно общий вид их покажу. К ним, конечно, самому добраться очень проблематично. Придется прям хорошо выгинаться. Это, наверное, больше для коллег, или можно положить эту жилетку, да, и достать. Там более крупные вещи. Туда же можно положить и воду, к примеру, да, то есть то, что в руках все время держать не нужно. Какие-то личные вещи. Можно положить носилки, можно положить мешок, амбу с лицами, масками. То есть, ну, опять же, предметы не супер первой необходимости, да, но которые в аптечке все равно нужны. Ну, опять же, как уже сказали, идеальной методики нету. Есть только такие, да, общее предпочтение у кого кто чего хочет класть. Теперь предлагаю эту штуку снять и посмотреть на все карманы более подробно. Блок для раций. Сейчас в нем находится наш микрофон. На вот такой застежке. То есть, очевидно, что имеется в виду, что рации разной высоты, да, и чтобы они все были одинаково зафиксированы. И, опять же, предусмотрено, что в рациях обычно сверху всякие есть переключатели, и здорово, что карман этот не закрывается, как, например, вот этот. Этот карман, может быть, для каких-то ампул, может, наркотический, не знаю, потому что он такой довольно сжатый, то есть не совсем, опять же, понятно, что в него запихивать. Есть такие вот петли. Ну, что-то сюда тоже можно вставить, может, ручку для кого-нибудь. Тут застегивается штука, тоже, да, не совсем, может, понятно. Это петли одновременно и участвуют в регулировке, одновременно они идут как возможность переноски. И вот еще одна переноска, то есть, можно жилетку нести как сумку, просто вот так вот ее поднимая. Вот тоже я говорил про сетчатые вот эти штуки, то есть карманы все прозрачные. И здесь вот видно содержимое карманов задних. Карман для документов. Значит, здесь как мы расположили? Опять же, не говорим, что у нас это истинно последняя станция, безусловно. Вот, ну, само собой, трубка в упаковке, да, сейчас она для примера такая негерметичная. Сюда можно положить разные ларингоскопы, разные клинки. Сюда мы положили воздуховоды. Опять же, все это может быть в упаковке, но у нас все, опять же, еще и учебное, поэтому, в принципе, здесь мы не стремимся к какой-то суперчеткой упаковке. Значит, отсек для ножниц мы показывали. Опять же, он внезает в него чего-нибудь еще, при возможности. Вот этот вот большой, крутой карман, неожиданный. Вот, в нем у нас сейчас лежит пульсоксиметр, градусник и молоточек. Опять же, не предмет первой необходимости, но мы можем себе это позволить. Вот тут интересный карман, который для чего-то вот такого лежачего. То есть, опять же, может быть, какие-то ампулы, может быть, жгут, например, для внутривенки, может быть, пластырь, там, салфетки, ну, что-нибудь такое маленькое сюда можно положить. Очень удобно на самом деле. Опять же, все это плотно закрывается, и когда карман будет перевернут, давав так, то оно все не вывалится. Ну, и вот такие кармашки побольше. Здесь у нас периферичка, здесь у нас шприцы. Вот, не может не радовать тут раскраска. Полоски вот эти светоотражающие, общая цветовая гамма. Мы уже начали выдавать волонтерам нашим на дежурство такие жилетки, и смотрятся они там отпадно. Если честно, зрителей даже больше, чем на мероприятии, иногда внимание уделяют нашим ребятам, что, конечно, не комплимент мероприятию, но нас не может не радовать. Ампульница. Еще раз покажу, что сюда можно вот чего-то тоже зажимать. Здесь есть ампула разного размера. Ну, может быть, не совсем удобно читать, да, все вот это. Но, опять же, это все вот так при желании можно скорректировать и ампулы расположить как удобно. Значит, вот эта штука, это такая, как бы фиксатор, да, держалка. Она вот так отстегивается при желании. И вот эта вот штучка вся, она выходит. Она тоже на липучках, то есть можно ее прилепить отдельно, можно ее убрать. И вот еще одна, еще один слой ампульницы, который тоже вот так вот удаляется. И здесь, видите, для маленьких ампул, для ампул побольше, для чего-нибудь еще. И вот липучки на дне. То есть, если я, к примеру, хочу поменять слои местами, я хочу вот так положить, вот так сверху, и вот эту вот штучку сверху. Потом мне надоело, решил вернуть обратно. Снова кладу вот этот слой сюда, сверху вот этот слой кладу, и потом вот так вот защелкиваю. И карман этот закрываю. Вот, в принципе, довольно удобно. То есть, все эти ампулы, они всегда под присмотром, и подойдя к пациенту, присев, например, на колени возле пациента, можно разложиться и все иметь под рукой. Ну, про эти карманы уже говорили. Это карман такой обычный. Это карман не совсем обычный. И получается, что бездонный. В который лично мы сложили сейчас ручки. Ну, как и кажется, это отсек, он такой, для канцтоваров. И сюда вот что-то совсем маленькое можно вложить. Но если промахнуться, сможет все это дело улететь. Вот так вот он обратно застегивается. Так, перевернем. Вот она задняя панель. Ну, во-первых, сбоку есть тоже отсеки для чего-нибудь, например, для личных вещей. Плюс, опять же, можно еще сильнее расшириться. То есть, эти вот ремни для разной комплекции человека. Можно еще расшириться, можно еще сузиться. Вот эта штука закрывает все вот эти управляющие ремни, скажем так. Здесь есть сзади, да, это вот сейчас вот спина. Вот она. Здесь вот карман, вот карман. Они одинаковые. Ну, не скажу, для чего они конкретно. Они вот так вот на резиночках. Вот тоже можно сюда что-то такое негабаритное, да, чтобы оно торчало через застежки. Такое положить. По центру есть карман. Мы в него положили тонометр. Ну, опять же, да, что угодно это может быть. И вот такой, наверное, самый большой из всей жилетки карман. Вот такой вот здоровый. Ну, как нам кажется, он может быть либо для мешка амбу, либо для носилок, либо для того и того. В данном случае мы положили мешок амбу и лицевую маску сюда. Тоже, опять же, как и все остальные, приятно, что он открывается вот так. То есть сразу все не выпадет, что в нем находится. Это очень удобно. И везде, где есть молнии, везде их по две. То есть не будет проблем с тем, чтобы их свести просто на центре и открывать его не целиком, да, а просто вот так вот. Вот чуть-чуть можно залезть, если что. Вот такое вот устройство. Можно носить его в руках, можно носить его на себе. Единственное, конечно, надо пробовать разные варианты комплектования, потому что пока не совсем очевидно, что оно прям супер дает преимущество именно вот в удобстве обращения с пациентом. Ну, здесь с опытом, с тренировками сможем сказать чего-нибудь больше попозже. Итак, спасибо вам за просмотр. Вот такая вот у нас получилась обновочка. Мы будем стараться вас радовать обзорами и другой новой медицинской техникой, которую мы получаем. Это видео не являлось рекламой, но если вдруг компания Медплан захочет с нами посотрудничать, мы очень сильно их приглашаем. У нас почти 100 тысяч подписчиков, и мы бы, конечно, рады. И фразу, что это не реклама, мы все больше произносим с сожалением. А всем, кто был с нами, большое спасибо. Рассказывайте о нас своим друзьям. Подписывайтесь на канал. Пока.